Добрые друзья мои, с вами Юля, рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня я хочу вам показать, как наглядно выглядит залив антуриума. Сейчас очень коварное время идет, холодно, на подоконниках холодно, в квартирах холодно, грунт начинает просыпать медленно. Полив должен происходить гораздо медленнее, реже и более маленькими порциями. Вы по привычке все так же его поливаете, а потом выходит что? Раз, и вот такие вот интересные пятна на нем происходят. Да-да, друзья мои, вот у меня два пятна имеется, да они потом такие станут черненькие, да, коричненькие, всего лишь два. Это говорит о том, что ваш антуриум постадал от залива. Конечно же, если он дальше начнет желтить листья, отваливать их, сразу смотрите корневую систему. В моем случае корневая система у этого антуриума идеальная, никаких проблем с корнями у него нет. Дело в том, что я производила в этот период очень часто обработки от вредителей. Я постоянно несла новые растения в дом, у меня производились обработки от грибка, от вредителей. И я немножечко добавила ему больше воды, чем следовало. Но в целом, посмотрите, нет в кашпо никакого болота, все просто равномерно распределено. Корни еще раз покажу, все вот такие вот аккуратненькие, зелененькие. Да, такое случается. И, что самое важное, ваше растение вам об этом говорит, рассказывает. Вот, я увидела сразу, оно реагирует на перелив мгновенно. То есть вы сегодня его полили, перелили. Через 2-3 дня, хоп, смотришь, готово. Вам сообщили, меня перелили, товарищи. Все, теперь меня подсушиваете еще недели, 2-3, меня просто обходить стороной. Вот, что я, в принципе, и делаю. Я теперь просто на него так посмотрела. Так-так, сегодня не поливаем. Дальше пошли всех остальных полили. Так, это вам так, хорошо подсыхаем. Корни зеленые нигде, он больше не гниет. Новых пятен нет. Росты идут, новые цветочки идут. Все дальше развивается хорошо. Очень много новых роста, кстати, как роста. Вообще-то не угомонный цветун. Моя сестра, она вообще такой прям огромный-огромный. Разрос у нее больше по цветам. У меня, короче, больше по листьям у этого растения. Вот. Так что, вот такие вот дела. Да, бывает и у опытного любителя растений погрешки, что скрывать. Я вам показываю все, как есть. И я могу где-то немножечко переборщить поливом. Но это единичный случай. Один такой бывает. Я вам его и показала наглядно, чтобы вы могли непосредственно видеть и понять, что у вас происходит с вашим растением, если у вас такое имеется. Это будет с двух сторон. Вот так вот видно. Так что, если вдруг, то имейте в виду, вы перелили. Все, оставьте растение в покое и подсушите его. Но, если это будет массово на всех листочках, все, тогда вам стоит доставать растение из кашпо. И, если это все желтеть начинать еще, то это, скорее всего, уже все корневая система гниет, к сожалению. У меня это легкий такой испуг, предупреждение мне. Вот. Это первый раз за вот сколько я его забыл, полгода, да. То есть, да, больше чем полгода, 7 месяцев где-то у меня это растение. И вот первый раз я немножечко накосячила. Надеюсь, друзья мои, в мое видео такое коротенькое оказалось достаточно познавательное. Всем для вас. Скоро, я думаю, мы вместе с вами пересадим это растение. Ну, возможно, ближе к весне. А первое это будет, скорее всего, зизу у моей сестры, потому что там кустиков окугоя, и циточков окугоя, и мы, правда, уже в диаметре не это место, чтобы и детки росли все больше и больше. Вообще, сорт очень классный, мне очень нравится. Надеюсь, мое видео оказалось полезным, не нудным. Задавайте свои вопросы, отвечу в силу своего опыта. А всем, мои хорошие, не болейте мира и добра! Спасибо. Спасибо. Спасибо.